Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Бобруйской области я жил В деревне в этой Дубовке во время войны Там Дубовке, потом там еще какая-то деревня Бабичи была Туда там тоже мы какое-то время переезжали А потом в Бобруйск вернулся и в детдоме я пробыл Официально зарегистрирована организация, нет? Нет, в том же деле У нас же была зарегистрирована и регистрацию отобрали Отобрали? Проходи То есть мы... Понятно Вот Классно Классно Я выгляжу довольно-таки непрозентабельно Да вы что? Ну, у меня вес уже 94 килограмма Присаживайтесь Счастливая страна Внушившая себя Что лишь она одна Права в своей борьбе Страна, что хвалит свой Высокий светлый путь Но в прошлое свое Боится заглянуть Я помню 30 суток просидел в штрафном изоляторе С пониженным питанием Когда питание через день там Хлеб, вода, соль Ну, потом А через день там пониженные Не знаю, насколько я похудел там Но у меня Пошатывало Я вышел Меня шатало Координация была нарушена Даже потом врач Вынужден был признать Что у меня белковое голодание Ну, вот читай, я удивляю Какой-то артист Как говорится 71 год умер вот недавно На каждый день кто-то Скажите, вы будете кофе или чай? Это ж надо какую-то кофемолку Что-то там возиться с ней, не знаю Теперь же все для ленивых людей Кофе продают По-моему Вот если для ленивых Это мне подошло Госпожа моя жизнь Разрешите в любви вам признаться Я люблю вас Дай бог Чтоб любил вас-то кто-то другой После детдома отправили в ремесленное И оттуда меня отправили в Сибирь Вот вся моя биография Скажем, вот такого раннего периода Никто меня согласия не спрашивал никакого Я государственный человек был Учился, а газно-то работать На поезд езжай Шестнадцать с половиной метра заключения Три сумасшедших дома Семь лагерей Семь разных лагерей Около двадцати пересылок Пересыльных тюрьм Ни одного шрама Ни одной наколки Это ж достижение И не поступал за принципами Как говорится Скорчится душа на огне По вреду больной к палачу Долгая судьба не по мне Жизнь свою я укорочу Ну, о крупотах я впервые узнал Из публикаций Потому что Когда Вот это вот Белорусский народный фронт Стал организовывать в Минске свои акции И вот этот первый поход На Куропаты По-моему, тогда был Разогнан жестко Из печати узнал И когда я приехал в Беларусь Меня сюда привели Пришел я Была очень Большая группа Не помню Вот имя поэта Очень хорошие стихи Такие читал он Очень хорошие Потом художника Марочкина Другие писатели Были Журналисты Очень много народу И тогда Я не могу Вспомнить место Где Громадный крест Ставили Вырвили Устанавливали мы Все вместе Вот такая вот была Публичная такая акция Как бы залог того Чтобы подобное не повторилось Но, к сожалению Мы идем Возвращаемся К не лучшим временам К сожалению Вроде как И не в народе живу Не в родной Видать Слоняю Стране Только слышу Я одно Наяву А другое Слышу Как бы вас Собственно Моя Так сказать Такая активная Диссидентская деятельность Она началась В Киеве Я очень внимательно Тогда следил За событиями Чехословакии Журнал там Выписывал Ну распространялся Такой Чехословакий Как например Журнал Журнал Румыния Болгария Такие Все пропагандистские Я очень внимательно За этим следил И я значит Вполне Думаю А кто его знает А может они хотят Меня тоже Послать туда И поэтому Едва вызывали Вызывали Военный билет Показываю Все И сразу Я говорю Вот Если только Вы вздумаете Меня вызвали Хотите туда послать То так Я знаете Я говорю Поверну Оружие против вас Я говорю Категорически Против Вторжения Тасать Дружную Страну Оккупацию Я выступлю На стороне Народного Сюда Нас водили Из дома На показ Я помню Сейчас Не помню В каком году Точно В 50-м Что-то Когда вышла Тарзан Прогремела Вот Все Все В 4 серии В 10-м Все Сколько Сколько Мы Тогда Березов Переломали В лесу Все Демонстрирую Родное то, к чему приучен с детства И край болот я родиной зову Мятежный дух, оставленный в наследство Единственное... Знаете, я не просто в обрусь, как об стартничек какой-то горки Я вернулся в город своего детства, где я родился И мои родители, как говорится, из рода в род, видимо, там жили Или поблизости в деревнях, как бабушка она из села И, конечно, после, как сказать, десятков лет отсутствия Я искал малейшие следы, что-то напоминающее прошлое Какие-то ассоциации с детством То есть именно те вот, что и называется родиной Родное, близкое Во всем старался это как бы увидеть Ну так, ну что ли, я... Ну молодцы, молодцы Под восемь за годом не старается, тримаетесь Столько тяжкого, столько... Нет земли без людей Нет людей без утрат Нет утрат без идей Нет идей без солдат Абсолютная на грани, я не знаю, на грани шизофрении Абсолютная уверенность в своей правоте Вот все То есть я настолько был... Не было никаких сомнений Все эти трудности, все это то, что меня морили Что у меня ноги опухали, что сапоги не мог одеть, да? Отекали там Я воспринимал как естественно Если ты ввязался в драку Будь готов держать удар Я догадывался, знал Что люди мне поверили И я предам не только сам себя Я предам себя, получается так Если я признаюсь в том, чего я не совершал Я же клеветой не занимался Не занимался, меня обменяли в клевете Я же взрывы никаких не делал, не делал Вот И люди за меня защищали как порядочного человека А я, выходит, признался бы Заявил бы открыто через пятьдесят Что я человек на самом деле непорядочный И подставил бы их Так нормально? К вопросу как бы о братстве так называемой Братья-то братья, но они разные И дерутся между собой иногда бывает Вот такие вот вещи Вот с этого момента Вот даже с этого Когда я столкнулся именно После детдома с русскоязычной средой И началась идентификация того Что я чуть-чуть Мы другие В школе были учебники на белорусском языке Учили белорусский язык Такое ощущение, как основной А вот когда я уже вернулся в Беларусь После первого срока И тут я вот сразу заметил, что Попал немножко как бы не совсем в ту среду Потому что если вокруг меня в детстве Окружала своя как бы белорусская культура То тут я уже чувствовал большинство Все русско-русско-русско-руссифицировано И вот это вот первое Когда я проходил по Бахарова Там какой-то переезд был Часто гуляли, ходили там Ну как-то промелькалось Вот эта надпись Сторожитель техника И по привычке так глянул на вывеску Раз, берегись, пойду И когда вот я видел Вот это четко сразу кольнуло Жил на свете молоток И в пальцах у людей Он колотил где только мог По шляпкам у гвоздей Он шум любил Не мог молчать без дела Он скучал Не мог он жить, чтобы не стучать И он всю жизнь стучал Не мог он жить, чтобы не стучать Я все время декларацию копировал Потом еще что-то с Солженицына Там жить не положил Ну все это Я это так очень демонстративно себе вел Ага, и потом у меня был этот портрет Сахарова И портрет не один даже Генерала Горгаренко фотографии И всем рассказывал Что это за люди, чем занимаются на судах Ну естественно тут же это было доложено в КГБ Там мастер Бабко такой был Вот такой ярый, такой тоже коммунист Такой как бы злобный А сразу туда пошло Ну я так думаю За мной уже стали со стороны следить Есть Зубы можно быть Зубы можно быть Вот по воле случая и я мог бы быть где-то здесь под этим камнем Ну вот, думаю, жил Не по мне судьба божака Я и в стае псов одинок Примеряю жизнь велика Не пойдет не длинная в прок Когда мордовский лагер тоже ликвидировали 15 января уже 88 года нас опять всех погрузили в поезд И отправили в 35-ю зону последний лагер И постепенно люди освобождались Один, другой, третий, пятый И остался я один Неужели ушли идеалы, за которые гибли отцы Неужели придумали мало и философы, и мудрецы Неужели величье искусства нас не может от зла уберечь Неужели опошлили чувства, хамство и канцелярская речь Неужели нет смысла в прозренье, и прозревшие сходят с ума И дается им всем невезенье, и тоска, и печаль задарма Неужели грехи беспощадны к тем, кто истинным словом грешит Разразиться бы баранью плащадной Только к брани душа не лежит